Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, с их работами Анжолера Дельфи. Дельфин Анжолера. Французский академический живописец писал портреты Нью Интерьер. Для своих работ использовал в основном акварели, масла и пастели. Анжолера известен своими интимными портретами молодых женщин, выполняющих рутинные дела, такие как чтение или шитье, часто подсветкой от искусственного освещения. Возможно, его самой известной работой является молодая женщина, читающая его окна. Родился в 1865 году в местечке Кукурон, Ордэш. Был первым ребенком Казимир Анжолер и Дельфиной Лоран. С 1882 года Дельфин Анжолера учился в течение трех лет в школе-интернате Notre-Dame-de-France. Живописи учился у акварелиста Гастона Жерара в парижской школе рисунка, а также у Жана Леона Жерома в школе изящных искусств и Паскале Даниан Бувре. Бать умерла в возрасте 32 лет. По окончании школы в 1889 году ему предложили должность профессора рисования в средней школе Гренлобля, но Дельфин Анжолера предпочел посвятить себя живописи. После учебы в Париже вернулся Пью Анвеле, где пишет картины старых кварталов города и портреты. Его портрет префекта Манифуа Сибура, сделанный Форси, позволит ему выставляться в 1889 году в салоне французских художников. Позже он также выполнит портреты генерала Дессони, адмирала Файоля, генерала Тома и Шарля Луи де Тенги. В 1892 году по приглашению депутата Блашера художник переехал в Синжире. Я пользуюсь переводной Википедией. Известны также его портреты местных жителей. В 1893 году художник женился на Мари Доде. В начале своей карьеры Анжолера писал основы пейзажа. Любовь к рисованию портретов женщин проявилась позже. Художник менял жанры, ориентируясь в основном на изображения элегантных молодых женщин, чаще при искусственном освещении. Дельфин Анжолера стал художником обнаженной натуры. Многие его произведения такие как Сиеста имеют эротический и чувственный характер. Применяя в своих портретах технику пастельной живописи, он подчеркал женскую грацию при свете костра или фонаря. С 1890 года художник выставлял свою работу в Парижском салоне, вступив в 1901 году в Общество французских художников. В том же году он получил академическую награду за свою картину «Смерть Дюпле». Картины Анжолера хранятся в музеях Пьюи и Авиньон. Упер Дельфин Анжолера 23 декабря 1145 года в возрасте 80 лет. Вот такое описание нашел в интернете к работам и биографии Дельфин Анжолера. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.